всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения с вами рэй мы продолжаем играть в tower conquest все ли ничего что это у нас тут понятно так на ежедневном испытании у нас разыгрывается король король мне друзья не нужен так за арену мы получаем с собой башню и вот такую награду единственное что меня там интересует это друзья мои только лишь монеты остальное у нас все прокачано то что они по крайней мере предлагают так ну что давай наверное возьмем с тобой вот этот отряд потому что мне не жалко его тратить он дисбалансный полностью эти так скажу а зачем я ну да мне нужен молотильщик он сейчас просто быстренько разнесет базу да и все это так для галочки мы с тобой ставим чтобы получить награду так тренировочка у нас закончилась я так понимаю и мы завершаем ее и сразу же друзья отправляем снова их на прокачку они все имеют четыре звезды до сих пор из них никто не прокачался я так понимаю да так магазин сокровища нам здесь подожди нам надо в магазин и забрать всадника на журавле но вроде бы здесь все друзья теперь можно переходить к основным поединкам так мы остановились тобой на последнем а нас на последнем поединке и у нас тут портал поджидает так ну что здесь ядерный робот роботы блин я помню как они меня в прошлой серии то раскромсали поэтому сегодня дурковать не будем и возьмем да давай наверно сразу нормальный отряд возьмем чтобы здесь разобрать по-баренькому ну и приступим потихоньку одного только не понимаю нафиг я в этот отряд взял прыгуна в этом отряде он абсолютно ребята не нужен абсолютно так для веса не успел парень хернуть не успел так идет 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 сейчас мы дождемся с тобой если выйдет ядерный робот то будет хорошо если нет то сам виноват просто всех зажали и да ребят никто тут не успел выйти всех мы тут расклепали один все он считает чего стоил стоит возле базы и наяривает но мы забираем здесь нашу награду сундук робота ну только деньги ребят нам нужны так что же у нас последняя локация до портала это долина подданных здесь можно ребята немножко расслабиться и взять вот этот отряд тут у нас молотильщик так давай давай не не дуркуйми тут но вещь если ребят сейчас выйдет паладин наш голем против паладина ну ни о чем от слова совсем ни о чем она не смотри смотри просто деребанят его как сосунка а чё так много то эй пацан подожди подожди нормально так нам надо голема надо на прикрытие ставить голема на прикрытие и наверное я возьму сейчас служителя тьмы надеюсь он успеет дойти и отхилять нашего голема все нормально друзья все отлично так можно будет корни впустить но я не хочу пока я думаю и так уже справимся о ускоряшка выпала но воспользоваться ей я не успел второй этап ничего сложного ребят копейщицы стоит только один раз погибнуть моему молотильщику он сразу же ребята выпустит пилу которая снесет и крестьян которые тут ходят и копейщицу паладин да паладин еще выживет так он его вызвал первым ё-моё погоди 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 так надо вот таким вот образом делать блин зря тупанул конечно здесь вот я об этом говорил тебе стоит только одну пилу выпустить и все так минус паладин здесь корни служитель тьмы молотильщик и опять голем да все они свылились тут уже бесполезно ему тут противостоять мне давай 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 забомбили вот так вот что и требовалось доказать но это еще не все у нас третий поединок так вот здесь уже ребят посложнее немножко все портит грифон ну давай возьмем этот отряд а почему бы и нет паладин на паладин он также может грифона бомбить у нас есть баллиста который может бомбить грифона издалека я думаю что это будет оптимально для нас ну и куда ты бежишь хмырь у меня дамаг то поболее будет такс наплодил он уже наплодил себе армию так подожди секунду вызываем паладина для подстраховки и вот так вот ну тут все преимущество он потерял глин грифон этот лезет еще тут надо же он даже не стал делать предсмертный свой удар слушая могу в принципе вызвать друидку если надо давай вызову так для понта она даже не успеет нам дойти как мы базу снесем нифига себе карточка выпала на грифона но грифон насколько я помню у нас прокачан по полной программе так что просто как сам факт что выпала карточка ну что все я смотрю он скис да баллиста выпускает три стрелы поэтому хоть одна стрела да будет попадать по вражескому замку наносить урон и соответственно за счет этого мы выигрываем лучник ну наверное можно и этот отряд обратно забрать сюда ну чё такой лучик это ничего ребят еще раз повторяю одна пила от нашего молотильщика сносит всех ну кроме паладина поэтому хоть и там армии лучников делай не поможет начинается начинается у него опять а так а вон и лучница поперла ну что на удачу ребят так выпускаем корни голема еще молотильщика вот так вот блин лучница просто не дошла теперь служители тьмы как единственного хиллеры в нашей команде ну ходит она конечно но извини меня очень медленно пока ребята надо идет этот тысячу лет пройдет ну уж если дойдет то берегись раз кромсон будет не детский и на самом деле она хиляет не так уж и много как хотелось бы да к сожалению мой босс даже не вышел не успел выйти подойти ну и последний этап это епископ здесь будет ну что ж давай дядя посмотрим кто кого кто такой епископ это фуфлыжник который только умеет вешать щиты ну по моему немножко хилять больше вот него тут конечно ты не увидишь поехали начнем потихонечку так о ронин красавчик половину здоровья ребята он сносит с одного удара ну нормально ой 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 вот это вот плохо давай 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 ронин есть вот гад вот смотри как он ребята сделал он дождался того момента когда я потрачу ульту и он сразу вызывает босса но он сам за себя даже постоять не смог просто стоял и лыбу давил за что и получил он беззащитный у него нет ребята какой-то атаки ну вот мы прошли очередные как говорится карты так эльф забираем наши награды здесь так санта жаба с пушкой ну и пряничный домик что у нас в этом портале друзья мои в этом портале нас встречает блин нефритовая долина территория нежити фабрика опять же долина подданных и территория захватчиков то есть все карты абсолютно разные от этого интереснее только йок макарек блин ну почему с ронином а придется наверное вот этот отряд брать придется этот отряд брать объяснять я думаю не надо никому да 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 именно поэтому насколько я помню ребята это будет не последний его вот это я сейчас зря наверное сделал не нормально убираем его отсюда вот это уже плохо так ну что джаггернаут он сейчас меня хочет наверное затравить ронинами своими хотя у него уже ничего не получится наверное уже все потерял парень преимущество и хорошо вот ронина ребята как раз хорошо бомбить либо ползуном либо зомби камикадзе это самый оптимальный вариант в нашем случае против именно ронина потому что другие но не справляются не справляются ронин на ронин такое себе ребят удовольствие что никто не бежит упс слушай сейчас по моему будет хитро сделано да 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 он захотел ты жук ты понял да что он хотел сделать но не получилось его фокус не получился ну давайте ребятушки есть снесли то есть он усылает садника на журавле он прекрасно знает что мне придется кого-то выставлять из дальнобойщиков да типа лучников или еще что-нибудь в данном случае ниндзю и после он запускает ронина поэтому я на опережение поставил ползуна и в принципе вся моя оборона сработала ё-моё ё-моё ребята вот это вот тигр блин тигр самое удивительное что тигр несмотря на то что у него мало хп очень имеет сильную атаку он разносит моего джиггернаута практически ну я не знаю там на лайте так скажем да куда ты там разогнался чё я не думаешь не знаю что будешь делать сейчас свои вот эти вот паршивые выкрутасы мы это уже проходили неоднократно иди ты в баню друзья я сейчас хочу вызвать жнеца я хочу начать именно со жнеца блин он не дает мне так жнец этого естественно сразу в клетку забираем выпускаем ползуна для перестраховки и вот часто жнец начнет ребята косить тут похоже что все доигрался парень быстро очень быстро главное что правильно сработали мы так здесь у нас опс а тут вот джен еще ко всему прочему прибавляется то есть ползун ну как бы теряет практически половину своего потенциала он просто не успеет добраться до джена чтобы его подбить у нас есть клетка мы можем его взять в клетку плюс всадник на шарлье я не знаю ребят попробую конечно опять же этим же способом но в джена лучше всего ребята контрить именно прыгуном вот прыгун это да потому что в джен всегда стоит сзади всегда стоит в принципе за теракошей вот он в принципе что и делает теракоша потом в джен и просто-напросто нам не даст ну да да схема ничуть не поменялась поэтому ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой вот это я немножечко давай так сделаем раз они тут вдвоем стали голубчики на-ка нафиг похоже дело ребята что он немножечко оплошался но это не точно все идеально получилось ну что у нас по моему последний этап здесь так все бы хорошо конечно я бы взял бы вот этот отряд но я боюсь побаиваюсь вот ронина ну мне нет вариантов ребят других вариантов нету потому что бог ветер но это такая фигня что он же сейчас по моему пускать будет ронина да а вот здесь я обделался все ребят я обделался здесь паршивого ронина своего выпустил а да фейлимся тупо фейлимся да не успел не успел немножечко ребят передамажить да и ронин мой как ты видел выбежал на лайте но этим отрядом я не смогу до него добраться ты понимаешь в чем дело бог ветра это такая пакость блин он сдувает всех в этот момент он может армию свою настроить наделать и мне будет вообще проблемно может быть ронина мне выпустить первым тут как всегда мой ронин а у него у него ребята тоже да у него тоже на расслабоне пошел да пошел ты так не честно было о а ты представь было бы два ронина да под ультой было бы мне здесь вообще ребята очень грустно ну что ведьму берем блин немножко не вовремя я взял ведьму ладно сейчас превратим а там еще и вуджен ребят не 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 в плане ульта кончилась в плане ульта кончилась прыгун давай пипец прыгун завис просто-напросто как дурик ну мы главное этого завалили басяцкого все все парень до свидули все таки отбились ребят отбились и забираем нашу награду я уже неоднократно говорил что для меня нефритовая долина это вот самый такой злейший противник так а здесь мы слушай но если здесь идет у нас некра я думаю что наш молотильщик если подумать логически он ее будет уничтожать только шорох но у него не забывают зомбики с эффектом заражения так что он сейчас будет плодить колобков ну в общем все как всегда все как обычно фокус не получился так ну что бфг-шка уже у нас да все тут амухана тут уже ничего не поможет ускоряемся и добиваем что и требовалось доказать делаем друзья мои очередной поединок тут у нас закончился нырья к сожалению да почему бы нет этот отряд вполне ребята играбельные за счет баллисты против некра но это прям вообще топчик но это до тех пор пока он не дошел до привидений как будут призраки тут сразу же станет все намного печальней опа я что-то я что-то про это и забыл блин давай встань ну жарля ты мне здесь нужен я совсем забыл про эту гадость а как так-то не досмотрел ребята вот этого момента ну давай ты баллисты ну будешь ты бомбить сегодня или нет ну фу я уже думал сейчас дойдет так так еще немножко энергии возьмем ускоримся и готово уже грубо говоря на автомате играем на автоматическом ребята расстановке так здесь зомби камикадзе вот самый плохой что этот зомби ребята вот будет стоять паладин а рядом будет стоять всадник на журавле взрывается вот этот зомби взрывает всех и паладина и всадника единственное что нам поможет это баллиста но опять же если будет успевать его уничтожать он не такой уж и быстро по уничтожению он начали заморгает потом только подойдет и активируется ну понадеемся на удачу блин вот он вышел ну что здесь не жалко на расчета бота потратить пока вот ты понял да как он делает такс ну что же я вызвал друзья мои баллисту ну взорвись ты уже так и эту накрыли красавцы баллиста не подходи слишком близко давай еще одну баллисту вызовем чтобы быстрее тут разбивать врага вот сейчас бухнет вот видел что произошло то есть он достает и до воздушных целей ну что я друидку вызвал думаю что офигеть офигеть разобрался со всеми ну и прекрасно интересно а что бы делала друидка если бы на нее пошел бы зомби камикадзе как бы она от него отбивалась отходила бы назад ну это бесполезно но он бы все равно догнал бы ее и взорвался бы вот вот ребята пойдут призраки это уже плохо это плохо для баллисты потому что она выдержит только три удара от него и дальше распластается и плюс ко всему здесь чумная летучая мышь ну чумнуху ладно мы можем с тобой контрить попытаться контрить ее на всадниках уже на журавле вообще здесь лучше всего всадники на журавле ребят себя показывает так ну тут придется паладина уж извините конечно сейчас пролетит эта гадость тут придется вызывать нам паладина блин он уже эту некр позвал и вот всадника на журавле плюс мы можем вот так вот немножко подтянуть наказать наказать чумную блин моя баллиста потихонечку-потихонечку ребята но урон то получает она даже не дошла прикинь баллиста просто не дошла возьму друидку поставлю по идее друидка должна отхиливаться она должна ставить тотемы ну видимо на себя она не ставит она ставит только на армию потому что если бы вот у нее за руль отнимается впереди поставил тотемчик идет и отхиливается в тот момент но здесь она такого не делала так жнец жнец ну ладно будем разносить и жнеца раз такая плеска пошла накапливаем начале ману такс ёк макарёк ты серьезно сейчас ну тогда чумную слушай чуму кто успеет забомбить фиг там она успеет забомбить вот это был конечно трэш сделать такую армию чтобы всех разбомбили блин взорвись и некра сейчас достанет меня ну тут что то вообще пошло пошло поехало блин ага прекрасно единственное что пока не замечаю где босс то у них а вот и жнец друзья мои вот и жнец на ка я ждал его ждал я был готов я был готов и как ты видишь у меня все получилось ну что забираем с тобой сундук нежити это все прокачано у меня и у нас фабрика у нас с тобой открывается фабрика и здесь молотильщик стоит если возьму этот отряд давай этот возьмем отряд джаггер должен выдержать атаку от пилы молотильщика уйди отсюда пожалуйста вот тут уже похуже блин ну давай быстрее 250 надо мне энергии вот фехтовальщика тогда позовем но расслабляться не стоит ребятушки ой как не стоит потому что любая пила и все пойдет коту под хвост да ладно три молотильщика у него вышло и ни один не выпустил пилу это что-то с чем-то ребят конечно так второй ой 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 у нас закончилось подожди у нас что и везде энергия закончилась что у меня блин обидно обидно конечно немножечко ремет но этот отряд не совсем я скажу тебе подходит против роботов хотя крепкий палатин всадник на журавле да нет в принципе наверное наверное вытянем я думаю с удара мы валим молотильщика ну вот конечно щита бота мы да припаримся конечно бомбить а-а-а-а-а тут же плевун под тегун ну началось бедную баллисту мою там начал теребуньки туда-сюда ну нет мы тут справились гад гад просто гаденыш Давайте разносить ему уже замок Трансформатор ионный Или как он там Электробудку Так, у меня энергия хоть где-нибудь Хоть где-нибудь накопилась Нету, ребят Ну что же, тогда На сегодня закругляемся Обязательно встречаемся в следующей серии И продолжаем бомбить врагов А на сегодня все, всем удачи И до новых скорых видосиков